Добрый день, друзья! Добрый вечер! Дай, боже, счастья, здоровья! Нет, так вот больше не делай, ты меня пугаешь такими своими движениями, блядь. Я взагал не рухаюсь, я кажу тебе, я обожаю тебе здоровья, счастья, это очень доброе, друзья. Что я тебе сделал такого, блядь, хорошего, что ты ебать так... Ну, это витание такое, это чемно, это классно, это клеево. Из какого ты города, другая? Сочи, блядь. Сочи? Да. А ты не ватник часом? Кто, блядь? Я просто шарю, блядь, в украинском. Ну ничего, ну треба ж как-то привчатись до нашей спевучей соловьиной мовы. Я из города Харкова, например. Ты никогда не был в Харкове? Я там, блядь, в 2012... Нет, с 2008 до 2012... Навчался. До 2014 я туда ездил каждые две недели. В який район ты ездил? А я, я не знаю, я ездил, блядь, в район, хуй его знает, я ездил в торговый центр, мы там продуктами закупались всегда, потому что там дешевле. Ну я просто с Белгорода, блядь. А-а-а-а. А потом, когда весь этот движ с войной, блядь, начался всё, блядь. Всё по перее пошло, короче. Ну ничего, ну ты ж розумієш, не могло ж бути иначе. Как тебя звати, друже? Ты по-русски уже разговариваешь? Нет, я с 2014 года начинаю забывать эту кацапскую мову, она очень неприятна для меня. Ты с 2014 года начал? С 2014 года. А, года? Ну, конечно. С 2014 года ты начал чё делать? Ну я почав забывать российскую мову. А, начал забывать российский язык? Вона неприятна для меня, когда мне приходится общаться с российскими, конечно. Когда я вимушенный общаться с российской мовой, то это вообще мне очень неприятна. Вона резкая такая, ну она очень плохая, я тебе скажу. Бо наша мова, вона спевуча, вона мова соловьинна. Вона мелодийна яка. Скільки песен, скільки дуже классных речей цією мовою, можно сказать. Ну типа да, типа украинский язык, он типа пиздато звучит, типа мягко так прикольно. Ну звичайно. Вот дивись, как можно звабливать девчину на украинской мове и на вашем русском языке. Это же две разные вещи. У нас сразу в украинской мове так, ах, и все. Ну ничего, ничего. Поэтому девчатка, я в захвате от вас. Вы красуни, вы найкраще. Практически мне на день рождения меньше хороших слов говорят. Ну это же так классно, это же правду всегда сказать очень легко и приятно. А тут что? Скажи, откуда у тебя хорошая вебка и свет такой оттуда и оттуда. Смотри, друзья, ну я блогер такий, начинающий, очень молоденький. Камера у меня стоит копейки. Смотри, это лоджиках вот этот. Видишь его? Это стоило мне 720 гривен. Это вообще ничего. У меня Legitech это 920, у тебя 200 гривен. Ну это старшая модель, а у меня и это ничего. Ну он нормальный, ну для чатурлетки вообще нормальный. Две лампы, 3-х ваттные, светлодиодные. Ну смотри, а в чем дело, у тебя свет он направленный, тебе надо немного его рассеять. Я знаю, но зараз грошей я не буду вытрачать на это. А ну там, что, взял какую-то эту? Вот это, вот это, 150 гривен коштовало. Ну вот наушники стоят, тысяча гривен вот эти просто наушнички. Ну вот бачишь, ну я просто дуже допомагаю нашим войсковым. Я не могу так вот вытрачать гроши на какие-то там крутые микрофоны там, так это не для меня. Я лучше там что-то, эти гроши витрачу на допомогу войсковым нашим. А что таки тебе нужен свет? Рассеяли. Зробимо, ну подивимось, подивимось. Это просто звичайные 2-х ваттные лампочки. До речи, украинского выродництва. Просто вот это саму вообще можно чуть ли не бесплатно сделать эти типа софтбоксы а-ля софтбоксы там. Ну зробимо, ну зараз это не дуже доречно. Я розумію, что ну воно хоть так. У меня взагалі тут була така ДСПшка, це тканина така, яка не светло не відбиває. А тебе вот в глаза вот это не светят лампы просто. Вот меня это все бесит, поэтому я все время с выключенным светом. Ну, ради краси своей перед камерой шо ж не зробишь. Ну ничего, это 3-х ваттные лампочки. Я, до речи, вони були більш потужні. 7-х ваттные, 5-х ваттные, вони слепили меня. А 3-х ваттные ничего, мягкое светло. Звичайно, что если рассеювач поставить, то будет дуже классно. Ну да, будет нормально. Ты бачиш, ты уже включаешься, ты уже розумеешь украинскую мову. Да не, у меня просто... Я тебе кажу, ты вовчай її. Я просто много лет общаюсь с людьми, которые на Украине живут. Ну, пару людей там есть с этого, Днепра, Днепропетровская область. И типа они часто со мной разговаривают, и они между собой на украинском разговаривают. Ну ничего, це ж дуже доброе. Поэтому я немного понимаю. Да и как бы я живу около Украины, то типа много на самом деле украинцев. Достаточно. Вот я тебе говорю, у нас до войны молодь как-то соромилася спілкуватися между собой украинской мовы. Когда они из провинции, из районов, из небольших мест украинского языка, Ихали до нас в сам Харків навчатися. И они очень быстро переходили на русскую мову. Потому что они как-то соромилися украинской мовы. А сейчас, вот я тебе говорю, я еду в маршруте, едусь молодые люди, едусь в хаи, и они спілкуються уже украинской мовы. И сидит бабуля, и ей так неприятно, вона так скригоче зубами, в ней такой страшный выраз обличчя, что это просто капец. А вона же ничего не может вдеять, вона же ничего не может сказать. Бо, когда вона что-то скажет, то ей таке скажут, что вона геть залезет под лавку, на которой сидела. Ну, вот такие справки. А что ты вообще на YouTube снимаешь? У меня свой канал, я вообще то волонтер, а так я еще трешечки занимаюсь блогингом. Бо я не могу больше только на свои деньги финансировать наших войсковых. Ну, я понял. А чем именно ты занимаешься на своем канале? О чем ты ведешь видео? Ну, про технику войсковую, про окопы, про фронт, про мою допомогу, про те, как можно чинить опир вашей агрессии. И трешечки чат-рулетки, там есть очень доречные такие, мне говорят, что очень классные есть, так сказать, разговоры с ватниками, там и другие, с россиянами, и с нашими людьми. Бо, когда я под Россией... Подождите секундочку, мама звонит. Ну, добрый, друже, до побачения. Давай.